Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня с новой серией на проекте Амазин Холиплей. Сегодня будет очень интересное видео, потому что добавили новое обновление в честь праздника Пасха и добавили очень интересные квесты, за которые вы можете получить ценные призы. Это аксессуары, там можете получить интересную валюту, за которую вы можете потом в дальнейшем покупать разные призы. Сегодня я все это вам покажу, также я полностью выполнил квест от начала до конца, и вы сможете как бы тоже его выполнить, если вы не знаете, что нужно делать. Поэтому это видео очень будет для вас полезное. Также не забывайте, пацаны, что у меня есть свой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Амазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хотел бы посоветовать очень интересный канал, называется Фортуна ТВ. Парень снимает на Амазинге, снимает разные видосы про улетку, про работы, то есть вам, я думаю, это очень понравится. Поэтому заходите на его канал, подписывайтесь, смотрите видосы. Также он скоро будет делать конкурсы на виртуальную валюту и на реальные деньги. Поэтому всем советую реально подписаться, ссылочка на его канал будет в описании под видео. Итак, пацаны, как вы поняли, получается, добавили обновление, в котором добавили ивент, получается, с ценными призами и добавили сами подарки. Я подарки, конечно же, собирать не буду, потому что у меня нет ни времени, ни желания, а квест я хочу посмотреть. Поэтому сегодня мы посмотрим квест, посмотрим, какие там есть задания и также можно получить за прохождение квестов ценные призы. Итак, пишем вот такую вот команду, получается, здесь есть информация о квесте, есть чек-лист квеста, пасхальный магазин есть и рейтинг, получается. Давайте это все посмотрим. Короче, пацаны, я решил все-таки прочитать, но я вкратце прочитал. Во-первых, нам нужно поехать на какой-то вокзал, получается, либо Батырево, либо Южный, либо Арзамас. И там есть NPC. Мы к нему подходим и берем задание. И нам нужно будет посетить 9 различных локаций, на которых мы будем там что-то забирать и собирать в корзину нашу всякие продукты. И когда мы уже это все сделаем, нам нужно будет поехать в церковь, это все осветить, и за это мы что-нибудь получим. Квест будет доступен с 18 числа по 22 апреля. Ну, блин, как-то маловато, 4 дня, мне кажется, ну ладно. Так, пасхальный магазин. Скин пасхального кролика. Ну, блин, скин пасхального кролика, мне кажется, у всех есть. Ну, мне кажется, это обычный кролик просто, и все. Священника скин есть. Ну, это тоже, по-моему, можно было купить. Так, кроличьи уши, аксессуары, нитры для транспорта. Вот это уже интересно. Автомобиль Hot Rod, Toyota Mark II, можно еще выбить. Аудиосистема для транспорта. Бля, пацаны, вот аудиосистема я бы хотел. Но, сука, пацаны, я вам отвечаю, что я задрозить не буду, потому что у меня нету времени. Но я бы хотел себе Mark II и аудиосистему. Вот это, я считаю, самые крутые здесь призы. Все, берем транспорт какой-либо, потому что у меня VIP-ка еще закончилась. И я могу брать теперь только три машины. Так, пацаны, я, короче, решил приехать на вокзал Южного. И здесь я уже вижен писишку. Так, давайте к нему подойдем. Так, Дед Кирилл. Доброго здоровья, уже паска на носу, а ты совсем не готов. Произнес Дед Кирилл, разводя руками. Ну, бля, Дед Кирилл это, пацаны, про меня. Ну, бля, тупо меня взяли и в игру засунули просто. Ну, сами понимаете. А, понял, все, вгорели, короче, едем, пацаны. Полетели, нахуй, в горель. Потому что мне так лень это все читать, пацаны. Вы бы знали просто. Так, все, пацаны, я уже доехал до горели, получается. И где-то здесь должен этот быть Михаил. Так, Михаил, вон он стоит, по-моему. Так, давайте сейчас к нему подойдем. Посмотрим, что нам скажет вообще. Бля, мне лень, пацаны, читать, поэтому я не буду. Хорошо, поехали в Арзамас, получается. Не, ну, квесты такие, знаете, лайтовые, по сути. Но интересные, мне нравятся. Возможно, даже я все пройду сегодня. Итак, пацаны, я, короче, доехал до Арзамаса. И здесь у нас уже новое задание. Так, привет, ты Паша. Мне сказали, что тебя можно купить дрожжи. Я так понимаю, тебе для куличей. Вроде все, такое вопрос. А ты, случайно, не знаешь, где краску для яиц можно купить? Случайно знаю, езжай на Юж Хим, там ты найдешь человека, который этим занимается. Ну, короче, находится этот бот вот здесь, получается. Ну, недалеко от панков, короче. Вот там панки, и здесь какой-то магазинчик. Все, пацаны, я, короче, приехал на Юж Хим. И здесь где-то должно быть МПС, с которым мы должны поговорить и получить следующее задание. Ну, что-то я его, блядь, не вижу. Так, вот он, стоять-то, дядя. Так, вот, проведитель краски. В Батырево работает, да, моя знакомая. Она продает хорошую лазурь. Найди ее можно в новом районе. Если смотреть по карте области, то снизу под шахтой. Снизу под шахтой, блядь, это где? Так, пацаны, короче, я приехал. Получается, находится у нас вот эта мадама, блядь. Которую я искал долго, на самом-то деле. Стоять, блядь. Так, у Бусаева есть магазинчик, в котором работает один дяденька. Зовут его Осип. Он из Турции. Таскает всякие такие продукты, так что у него этого добра хватает. Короче, теперь нам нужно поехать в Бусаево, к какому-то дядечке, и у него взять там всякие продукты. Давайте я вам по карте покажу, где находится вот эта мадама. Короче, вот здесь где я два особняка. Так, пацаны, вот, короче, этот бот. Где-то здесь он. Вот этот чувак. Давайте к нему подойдем. Как ехать по трассе Рзамаз Батырева? По правой стороне будет склад. Вот на тому складе еще у кого-то должны были остаться формочки. Как ехать по трассе Рзамаз Батырева? А, я понял, какой склад, короче, поехали. Я вроде бы понял, какой завод, получается, он находится вон там, недалеко. Вот, получается, моя компания здесь стоит, и там дальше находится заводик, такой маленький. Но я так думал, что это там именно. Так, все, проезжаем, короче, и поехали туда. Ну, потому что по дороге здесь никакого другого завода нету маленького. Кроме этого. Поэтому по-любому сюда надо ехать. Ну да, там даже люди есть. Так, складчик, работник. Я, пацаны, не буду читать, что он там пишет мне. Просто суть, читаю задание, и все. В районе АЗС в Южном, перед СТО, на повороте есть бар. Попробую там найти парня по имени Федя. Я понял, куда ехать, да, погнали. Ну, типа, задание очень легкое, если вы знаете хорошо карту. Ну, типа, я на Мазинге играю уже 5 лет почти. Я абсолютно полностью карту знаю. Что, где, когда, там, и так далее. А если вы новичок, и вы не знаете карту, да, вам будет сложно. Поэтому я специально для вас записываю видео. Так, где-то здесь должен быть этот Федя. О, Федя, че, ебать, нихуя себе, какие люди. Мне бы, ну, будет вполне достаточно, вот, держи деньги. Заглядывай, если понадобится. Все, ладно, подожди, сейчас, полежу, может, что-то осталось. А куда там дальше ехать? Что-то я нихуя не понял. Позволяю, вы уже почти у цели, и осталось совсем немного. Вы собрали все необходимые, так что ваша корзина полна. Но есть несколько пунктов, которые нужно завершить. Куличики нужно испечь, яйца нужно покрасить. Много времени это не займет. Бля, ну, пиздец. Вот это уже посложнее, на самом-то деле. Блин, видос, наверное, долгий будет, пиздец, мне кажется. Так, все, пацаны, я приехал, получается, в Арзамас. Вот сюда нужно идти. Что-то я нихера не понимаю, что нам надо делать. Ну, ладно, подойдем просто сюда. И что? Расположить элементы так, как показано в левой части. Ну, такое, короче, пацаны, я не знаю, показывать вам это или нет. Не, ну, интересно, понятное дело. Ну, не знаю, конечно, не знаю. Просто там такие призы дорогие, что придется, по сути, только донатить, мне кажется. Других вариантов вообще нету, потому что, ну... Насобираться, мне кажется, это нереально просто. Так, езжайте к любой церкви, GPS, общественные места. И ждите, когда священник будет читать молитвы. И сведите продукты. Священник начинает читать молитвы в следующем часы. О, в 2 часа дня. Через 5 минут он будет читать молитвы, пацаны. Заебись. Пацаны, я извиняюсь за то, что FPS маленький, потому что здесь очень много людей. Просто пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Высвятили все свои продукты и прошли пасхальный квест. А, все, пацаны, я все сделал. Все, заебись. Ебать тут, конечно, пиздец происходит. Ладно. Погнали, я машину возьму. И поедем уже, не знаю, посмотрим, что-то можно вообще купить за эти яйца. Или что я вообще получил, я никуда не понял. Но за 150 яиц мы даже ничего не можем купить. На самом-то деле. Поэтому единственный вариант это либо собирать яйца 24 на 7. Хотя я даже не знаю, где они находятся. Честно, я еще ни одного не видел. Либо донатить. Один амазинха это одно пасхальное яйцо. Ну, короче, вы поняли. Я, конечно, хуй знает, пацаны. Понимаете, чтобы вам купить аудиосистему, вам нужно задонать им 15 тысяч. Ну, грубо говоря. Хотя, не знаю, может сейчас и кто-то донат, конечно, есть. Ладно, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я полностью выполнил квест. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok